Друзья, всем привет! Вы на канале BigTripVlog, а мы все так же путешествуем по Южной Корее. И сегодня мы продолжим вас знакомить с островом Чеджу. В каком городе с Томочкой мы бы не находились, если мы узнаем, что здесь есть буддийский храм, мы стараемся обязательно его посетить, особенно такой большой, как здесь. Называется этот храм Ягчонца, красивый, большой, интересная архитектура, природа, даже есть источники. Пришло время прогуляться. К храму ведет тропинка, усыпанная деревьями мандарина. Смотрите, огромные плоды, больше похожие на грибфрут на деревьях. Но это местные корейские мандарины. И вот мы даже нашли один мандаринчик здесь. Да, можешь попробовать? Да? Да, ну, правда, тут много белого штучка тоже есть. Ну ничего, ничего. А, ну, кисленькие такие. Ну, для меня это больше на апельсин даже похожее, да? Ну, очищается он точно как мандарин. Очень легко расходит кожура, видите? То есть никакой апельсиновой там. В начинке, да, что-то между мандарином и апельсином. Его более такой, наверное, яркий вкус, чем у апельсина. Имеет белую структуру. Ну, плоды, смотрите, какие большие. Ну, а так, весьма забавно попробовать. Я не сорвалась дерево, здесь, знаете, упал мандарин. Здесь их очень много валяется, поэтому... Ну, за один, думаю, не будет ругать. Перед входом в храм стоят стражники. К третьему дню пребывания на Ачедже мы выучили их название. Они называются Харыбаны. Некие каменные деды, которые выполнены из вулканического камня. Субтитры подогнал «Симон» Мы поднялись наверх, увидели главный храм. 30 метров в высоту. Как мы прочитали в источниках, пишут, что это даже самый большой храм в Азии. Справа и слева от храма установлены пагоды. В одной части огромный барабан, а с другой стороны не менее огромный колокол. Может быть, чуть позже мы подойдем поближе. Сам храм почти полностью построен из дерева, Ну а на его территории мы еще видим множество фигурок слонов. Сейчас мы вошли в храм. Здесь мы видим пятиметровую статую позолоченного Будды. По бокам стоят статуи чуть поменьше. Многие сюда приходят, чтобы помолиться. Местные жители сюда приносят пачки с рисом в качестве подношений для этого Будды. Впечатлил нас, конечно же, этот храм. Не только своим масштабом, но и своей красотой. Внутри вы видели убранство молитвенного зала. То, что там и Будда золотой, огромный. Очень красиво. И разрешено снимать на видеокамеру. То есть, если аккуратно, никому не мешая, то можно даже снимать. Поэтому место очень красивое. Как всегда, оставим точку в описании, друзья. Поэтому, если будете на Чержи, обязательно сюда приезжайте. Можно подняться чуть повыше. Здесь мы увидели множество фонариков, а также пагоду каменную. Есть еще Будда с подношениями из мандаринов, которые здесь же в огромном количестве растут на деревьях. Помимо храма, нами была обнаружена еще интересная пещера. Но пещера непростая. Давайте вместе взглянем, друзья. Во-первых, при входе здесь нужно снимать опять обувь. И можно пройти в еще один небольшой храм. Так, сначала обувь снимаем. Особоимся. И проходим. Свечка нам приятна, папуля. Да, и мы находимся в пещере. Смотри, какая красота. Слушай, ну, видно, да, что камни, они прям вулканические. Они как будто бы какие-то искусственные. Но если до них дотронуться, они на ощупь, как вот эта вот пемза, да? По-моему, так называется. Вы же, друзья, помните, что сам остров Чержи, он находится на месте вулкана, который был здесь много миллионов лет назад. Точнее сказать, на месте потухшего вулкана. Потухшего вулкана, да. И сейчас здесь очень много, много этого камня вулканического. Кто-то оставляет монетки здесь специальные. Ну, монетки не специальные, конечно. Но специально их здесь оставляет. Еще мы здесь увидели небольшой гонг и колотушку. Сейчас в храме никого нет. Давайте, друзья, попробуем с вами ударить гонг. Только очень тихо. На автобусе мы сейчас приехали вновь в центр города. Сок Вип Хо, который называется. И отправляемся к водопаду. Идем через экопарк. Пытаемся найти водопад. Да, это сложно сделать, потому что на карте точка указана не совсем точно. Поэтому будем сами искать. Парк красивый, необычные деревья, различные делеганные мостики. И речушка, которая здесь рядышком бежит. Возможно, это нам говорит о том, что водопад не так уж и далеко. В экопарке также мы увидели спортивную площадку. Здесь играет в баскетбол и в футбол. Есть также беговые дорожки. По запаху похоже, как будто бы это сирень. Возможно, это что-то другое, но запах один в один. Насколько мы можем судить по этой картинке, здесь произрастает сакура, то есть вишня. Вот так выглядят эти деревья. Конечно же, сейчас сакура уже отцвела, поэтому мы не можем 100% достоверно утверждать, что это сакура, не знаем. Но есть какие-то плоды, да, зеленые? Да. Больше похожи на сливу. Ну, может быть, это какая-то королевская, действительно, вишня больших размеров. Я даже попробовала на вкус. Сейчас на вкус она похожа на зеленые яблочки, кисленькие. Поиски водопада продолжаются. Не зря писали в комментариях к этой точке, что очень сложно найти подход к этому водопаду. Вот мы сейчас по парку гуляя смогли подойти максимально близко, но здесь мы его лишь слышим и немножко видим его верхнюю часть. А все люди находятся внизу. Мы прочитали, там находится парковка автомобильная, откуда можно до него дойти. Но пока мы не видим входа. Фу, будем пытаться найти. Сейчас мы вновь вышли к дороге, стоим на мосту каменном и впереди как раз вот речка и обрыв водопада виден. И мы сейчас его будем обходить с другой стороны. И мы сейчас будем обходить его с другой стороны, чтобы спуститься и все-таки его увидеть наконец-то. Наконец-то, друзья, мы видим табличку на английском языке. Вот он. Вот он наш водопад, к которому мы идем. Полкилометра. Сейчас будет спуск вниз и потом мы к нему повернем в обратную сторону, но уже снизу. Спустившись вниз, конечно же, мы оказались не у водопада, а на огромнейшей парковке с автобусами, с автомобилями. Видим, впереди красивый мост, но идем мы в правильном направлении. Проходим мимо палаточек с соками, с местными снэками, картошечку здесь делают. Но нам сейчас главное дойти до водопада. Мы увидели кассу, увидели, что водопад работает с 9 утра, открыт к нему доступ до 9.20 вечера. Сколько стоит билет? 2 тысячи с человеком. 2 тысячи вон. Возле кассы нас встречает неприятное известие о том, что запрещены дроны, поэтому кадров с высоты, видимо, не будет с этого водопада. Ну ладно, в любом случае, полюбуемся красотами. У нас получилось не только прогулка по водопаду, а еще и прогулка по парку, пока мы искали хоть сюда. Опять видели красивые каменные скульптуры, которые называются Харыбаны. Здесь они в винтах. Цветы, правда, искусственные. Еще впереди много этих скульптур. Они характерны своей ухмылкой, широкими закрытыми глазами. И приплюснутым носом. Ну, вот те вот красавчики особенно хороши, смотрите. Бабочки еще наряженные. Увидели интересную палаточку, в которой продаются осьминоги с сыром. Вот именно так. Именно осьминог, а именно с сыром. Но на самом деле это же не осьминог, правильно? Это кальмар. Кальмар. По-моему, да? С такими ножками. Но неважно, кто это. Это вафелька. Хочу ее попробовать. Знаешь, на что она похожа? На гонконгскую вафлю. Да. По вкусу. До сыра я еще не добралась. Давайте попробуем. Да, это вкусно. Особенно после длительных прогулок по парку. Сколько стоило? 3000. 3000 вон. Ну, такой кальмар вкусный. Еще на подходе к водопаду мы увидели интересное явление. Это капельницы. Капельницы, которые ставят дерево. Видимо, таким образом питается ствол дерева. Интересно, здесь просто вода или какие-то минералы. Но на вид как капельницы, друзья. Наконец-то мы у цели. Водопад Чхон Джи Йен. Вернее, не один водопад, а целый каскад из множества-множества потоков. Дословный перевод водопада Чхон Джи Йен означает небо, соединенное с землей. Вот такое красивое название. Сам водопад порядка 25 метров, может быть, чуть меньше. Купаться здесь запрещено, так же, как и летать на дроне. Поэтому остается любоваться лишь с обзорных площадок. Мне нравится, что остров Чельжу это не только красивые локации, но и гармония, и красота вокруг, какое-то спокойствие внутри. Продолжим гулять по этим красивым локациям с гармонией внутри уже в следующем выпуске, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. И пишите комментарии. Всем до новых встреч! До новых встреч! Скоро увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!